Здравствуйте, меня зовут Андрей Широков, клуб Эфлер, природа целитель. Опять о соли, о минеральной соли, не осажденной, гималайской либо морской, высушенной морской на солнце, лучше гималайской, она намного богаче, не осажденной, не подкрашенной только гималайской. Почему опять возвращаясь к тему соли? Пациенты, все, кто переходит, уже кого я знаю, на другое, пытаются на чьи более полезное, как бы, чистое питание, хотя в моменте перехода там ничего полезного все равно нету, там просто мини-убийственное. Этот переход у многих сейчас, ну, все больше их волнует, кто-то, да, задумывается, и кто-то уже начал, и там вот одно и то же, я как бы встречаюсь, это кто-то пускает вот эти мифы о том, что соль это очень опасно, здоровому человеку соль не нужна, поэтому ее отменяют, и это очень плохо заканчивается для человека. Я это тоже прошел, я тоже отменял, и тоже поплатился за это. И не один я, и об этом есть ролики в интернете, и это правда. Значит, еще раз, соль, вот в таком концентрированном варианте, даже как гималайская, здоровому человеку не нужна. Ну, нет здоровых людей. На очищении, а оно нужно всем, кого я знаю. Просто кто-то уже начал, а кто-то просто отложил, да. Очищение не закончила ни Зинаида Баранова, о чем сейчас говорит ее состояние, ни Дмитрий Лапшинов, пранаед, который сам признался, что надо будет еще дочищаться. Может быть, не на физическом плане, но все равно, да. То есть, это может быть какие-то единицы где-нибудь там в Тибете. Ну, давайте вот рассуждать из того, что у нас вот прямо вот вокруг, там в России, например. И по поводу вот соли, значит, это для нас минеральная фаза, да, у нас есть плечи метаболизма, щелочное и кислотное. Вот щелочное плечо, оно как раз берет на удар, на себя удар от кислотных метаболитов. Закислены у нас практически все. Оно как раз, скажем так, повышенная нагрузка идет на щелочное плечо. На кислотное тоже, потому что детоксикация – это работа наших карбоновых кислот. И кислотное плечо тоже нужно поднимать, да, поддерживать. Почему их надо поднимать? Потому что человек все время находится в состоянии борьбы, с борьбой с тем, что он ест, дышит и вообще много всяких факторов, да. Лекарства, прививки, стрессы – на все это истрачивается именно сила буферов. Просто подкислить, подщелочить не получится, нужно буферы поднимать. Мы буферные системы, высокомолекулярные, коллоидные буферные системы. Значит, опять возвращаемся к соли. Если человек не провоцирует очищение, как я это раньше было, я соль вообще мне не нужна была. Я ни воду не пил, ни соль не сосал. Я просто отложил неприятные моменты все-таки очищения на потом. Ну и усилил эти моменты по полной программе. То есть, если вы откладываете на потом очищение, то очищаться нужно будет не только за кредит, который взяли, но и с процентами. Поскольку это очень неприятно, поэтому эту тему очищения люди пытаются обойти до последнего. Когда уже, как правило, к сожалению, поздно. Пока нет провокации очищения, то там плечи человек особо не поднимает. Там, в принципе, идет как дожитие. А вот когда ты начинаешь расчищать, у тебя уходят минералы с атомной скоростью. И как бы это плечо, его надо поднимать и лучше чуть переборщить, чем не додать. Будет просто намного хуже. Минералы неосажденные, какие как натрий, калий, кальций, магний, они никакие камни не образуют. Камни, кальцинаты образуют термически сплавленная пища, в которой кальций в осажденной форме. Значит, по поводу, это вот первый миф, да, камни в основном это ксалаты, фосфаты, ураты. Это соли органических кислот. Минералы в гималайской соли никакого отношения к ним не имеют. Все замечательно, организм их выводит легко, требует больше водички. Что нам и надо, чтобы промываться. Дальше, следующий миф, что, значит, у нас не усваиваются минералы в неорганической форме. Ну, я бы уже умер, наверное, и многие, да, к счастью, усваиваются. Но важно, чтобы работала правильно микробиота, дружественная наша, заложенная в нашем геноме. Они в таблетках принятые и не выращенные на какой-нибудь клетчатке, которая там гниет, бродит. Нет, это все подавляет. У нас заложена своя, которой нужна только водичка и немножко минералов. Ну, там, например, около 24, к примеру, я говорю, да, на разных этапах очищения, там картина меняется. Там есть холодный ядерный синтез, и это микробиота придумает, как дать нам все элементы. Что-то мы берем изонизировано, воздуха и так далее. У организма все слаженно работает, элементов нам надо много, очень много, на самом деле. Всех не принять, скорее всего. Но я считаю их, то есть, если говорить о том, что у нас таблица Менделеева не продолжена еще до конца, да, там, 256, например, да. Как вы собираетесь там просто, ну, не знаю, пытаться там восполнить по одному, это легче восстановить микробиоту и пить хорошую воду, да. Да, не очищенную, а именно натуральную. И добавлять все-таки гималайской соли иногда немножечко сосать, потому что, если есть подозрение, что все-таки еще есть там нехватка, либо силы щелочного плеча метаболизма надо поднять. Так вот, по поводу, что у нас они не усваиваются. Усваиваются, в этом участвуют и микробиоты, участвуют и определенные ферменты, там, например, поджелудочные участвуют в усвоении кальция, участвует, как бы, организм работает над этим вместе с микробиотой. Ну, которые являются, по сути, дружественными микробиотами, это и есть наши клетки. Просто они прокариотические, выглядят как бактерии, может быть, как грибки, но они по нашему геному, по нашему геному, как бы, создаются внутри. И не только в кишечнике. На самом деле, и в печени есть, и в легких, и там у всех свои функции. Но, чтобы все они жили и здравствовали, да, надо прекратить закислять себя, прекратить устраивать дни и неображение в кишечнике и вычищать кислотные метаболиты, которыми у нас все нашпигованы, чтобы повышать и плечи метаболизма, и именно восстанавливать кислотно-щелочной баланс. И, значит, ну, какие еще там мифы, почему люди соль перестают? Ну, вот потому что здорова вам не нужна. Ну, когда будете здоровыми, мы с вами вместе прекратим это, да? Или, ну, еще вот соль мне отказался, пациент один сосать, потому что, ну, водичку, и то там пососал одну щепотку, там чуть попил водички и что-то почувствовал с почкой. Ну, значит, там камни в почках, да. Значит, надо, ну, без водички камней будет больше, да, и почкам будет тяжелее. Просто почки придется потом отрезать. Таких людей я тоже знаю. Я пережил выход камней, да, несколько месяцев ужасной боли и по скорой ездил. Ну, зато потом живешь очень даже лучше. А так вроде все это незаметно. У нас камни у всех практически на стандартном питании. Песок, камни и в желчном, и в печени прежде всего. Там песочек, концентраты, токсинов. И в почках песок у всех. Это как бы нормально? Нет, это не нормально. Это просто патологическое питание и нарушенная внутренняя среда. По соли, вот самое главное, те, кто любит очень соду, ну, вот из моего понимания замеров, вы просто вот натрий там получаете, который поднимает щелочное плечо метаболизма. Посоветовал бы взять гималайскую соль сосать. Почему сосать? Нам важно не обмануть себя с пищей, протолкнуть то, что это, законсервировать ее солью. И я не знаю, нужно ли это, да, как бы, может быть, это и нужно. Но наша задача, чтобы у нас вот прямо в кровь, как лучше, лучше у своя, во рту идет минералы, да. Но что-то все равно пойдет, как бы, и по пищеварительной трубке. Но вот когда мы сосем соль под языком, мы стимулируем выход соков, стимулируем работу кишечника, да. И улучшается выработка желудочного сока, например. Это очень важно, чтобы как бы лучше работает и уже все неизлежащие отделы. Поэтому, ну, вот так вот считается, что лучше. Здесь я даже не буду это перепроверять. Это вот в идеале вы сосете соль и выпиваете воду хорошую, да. Как бы это как раз рефлекс такой идет хороший. А когда вы солите пищу, вы просто, ну, обманываетесь. Потому что вкусное солить не нужно. Там вкусный спелый кусочек банана даже, либо там сок мандарина. То есть, вот из фруктовой мякоти вкусно именно, и фруктового сока. Но солить как бы совершенно нет. Ну, может быть, помидор вызывает, да, из-за того, что там много калия, и хочется восполнить это натрием. Но перед помидорками я вот сосу тоже гималайскую соль. Поэтому, ну, по соли, вот предупреждаю, что эти мифы, да, они вот мешают людям именно на очищение. Как бы, и уже это, я настолько часто это встречаю, это и моя была, ну, не ошибка, а такой опыт. Я смотрю, как этот опыт повторяют другие. И вот все время вот тоже как бы, да, даю информацию, что, ну, когда у меня прямо врач мой прямо на приеме мне эту соль клал под язык, чтобы привести меня в чувство. Как бы вот, ну, что нужно после этого, да. Ременуце пить сок трав, сок травы, например. Например, ну, я уже замерами показывал, сок шпината тот же понижает щелочное плечо метаболизма за счет, например, минеральных кислот, которые там содержатся, и за счет того, что идет закисление прометаболитами этого ядовитого сока. Да, потому что травы и овощи вообще-то используются, их экстракты в качестве приготовления вот БАДов, пищевых добавок. Иногда это вот обосновано на каком-то периоде, но это не еда. Поэтому, как бы, что еще вы предлагаете, чтобы дать минеральную фазу? Все вареное, термическое, там все осажденное, оно работает только в минус по минералам. Там какое-нибудь, ну, молочко семян, ну, да, или там сокроскоп пшеницы тоже понижает плечи метаболизма. И то же самое понижает энергетику те же молочко, даже конопляное. Да, я показываю путь, как не ухудшая общее состояние, дать и то, что нужно, минералы, и еще и поднять, то есть только в плюс нужно работать. Это вот сразу на тему тех, кто будет, ищет какие-то другие варианты, кроме того, чтобы просто пососать ималайскую соль. Ну, вот, как бы, ваши предложения, как еще вы предлагаете поднимать минеральное, именно щелочное плечо метаболизма, кроме как пососать либо ималайскую соль, либо сок фруктов? Ну, там идет провокация очистки, да, если это соки именно провоцирующих фруктов. Если это мякоть, как правило, это тогда питательная мякоть, это бананы, финики, авокадо. Ну, в бананах уже ничего толком нету в таких наших, которые привозят. В финиках, да, минералы, кстати, есть, там щелочное плечо поднимается, если хороший финик, израильский, либо иранский, сухой такой, впачкал. Там я замерял, там реально нормально, там по минералам не так все плохо. По авокадо, ну, из того, что привозят, вот, очень плохо уже с минералами. И, как бы, ну, пожалуйста, нет, конечно, сосать соль, это как тоже лекарство, временная мера. Но вот, если человек много на соках, на провоцирующих, он недополучает минералов. У него очень много уходит на припровокации очищения. Поэтому я применяю и даю пациентам, да, и вижу, как это работает в плюс. Пожалуйста, предлагайте, рассказывайте, какие есть другие варианты. Меня зовут Андрей Широков, природоцелитель, клуб фрвв.ру. Не забывайте про плечи метаболизма. Щелочное и кислотное. Как правильно их поднимать, я рассказываю.